В эфире шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня мы поговорим о том, как разнообразить интерьер в своей квартире или дома. Но на самом-то деле сейчас в моде минимализм. Вот эти все ковры, люстры, абажуры, уже все это ушло. Эпоха обоев с цветочками ушла. Но актуальными остались картины, они могут дополнить любой интерьер. И сегодня у нас в гостях художница Наталья Комар, которая пишет картины с элементами лакшери. А еще она делает панно из мха, и я уверен, что она поделится с нами сегодня интересными идеями. Наталья Комар. Художница. Окончила Минский институт управления. По специальности дизайнер виртуальной среды. Провела 4 года в офисе, потом бросила работу и уехала зимовать в Таиланд. После этого занялась творчеством. Автор более 100 картин. Кроме искусства, увлекается мотоциклами. Считает, что никогда не надо бояться изменить свою жизнь. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И к нам сегодня в гости пришла художница, создающая картины для интерьера Наталья Комар. Наташ, предлагаю немного поразвлечься, передохнуть от этих серьезных бесед и чуть-чуть поиграть в игру, которая называется «Карикатура за раз». Правила, в принципе, достаточно простые. Вот у нас появились такие планшетки. Там наши изображения есть. Нужно дорисовать какую-то карикатуру. Вот такие у нас планшетки. Полная шиль фантазии, только рисовать мы с Лизой не умеем вообще. Вообще-вообще. Я как трехлетний ребенок, а Леша как двухлетний ребенок. Поэтому сразу просим прощения, но это должно быть весело. Ну что, поехали. Начинаем. Поехали. Я сейчас так рисую, что вы подумаете, что вот эти вот картины, которые стоят, не мои. Ты ведь часто рисуешь портреты знаменитостей. Знаменитости? Я, кстати, рисовать люблю. А когда просят сделать простой на заказ, я не берусь за них, потому что мне кажется, что если ты не селебрити, не телезвезда и не герцог, зачем тебе собственный портрет дома? Давайте. Я же джентльмен. Поэтому, девочки, давайте. Поэтому вы вперед. Давайте. Минутка позора. Первая буду я. Можно? Ой, хорошо. Можно? О, Лиза, как ты расфантазировалась. Это мой любимый цвет. Наташа. Это мой любимый цвет. Это что? Это как квадрат Малевича. Это прилавок? Каждый там видит что-то свое. Нет, это глубина, максимальная наполненность, благородная, глубокая. В общем, ты понравилась. Потрясающе, превосходно. У меня немножечко покруче. Розовые туфли. Внимашки. А, ну, нормально. И глюшные штаны. Кстати, они вот сейчас вроде как в моде. Нормально. У меня похожая механика. Смотри, Наташа, тут ты стоишь цветами с телефоном. Я думаю, надо жениха дорисовать тебе. Вот это вот необходимость. Какой нарядный парень. Дорисовал тебе жениха. Но я верю, что в жизни твой жених будет посимпатичнее раз в 95. А его только надарила? Ну, он по жизни такой. Он просто кучерявый. Так, давайте что-то следующий. Так, следующий. А кого из знаменитых людей ты уже рисовала или никого? Я рисовала Монику Белуччи, Мерлин Монро, Джека Николсона. У нас вот Адри Хэдберт. О, Адри Джаконда. Лизу я на работу устроил уже на новую. А вот что сделать с собой, с Наташей? Все, ладно, Наташа, пойдешь. А я не знаю, что мне с тобой придумать. Ты пошла в бар. Тебе барную стойку дорисовал. Ладно, добавлю тебе еще хорошего настроения. Ты же потом ночью рисовать поедешь, да? Давай, Наташа, погнали. Здесь у меня Белоснежка и Семь Гномов. Я продающая картину, а ты немножечко вносящая в нее корректировки. Ух ты, сильно. А штаны у меня как украинский флаг, да? Да какие у меня сапоги. О, сапоги этот королевские. Как обычно розовые туфли. Так, ну что, Лиза, погнали. Я вот себя, кстати, я вообще не смогла нарисовать. Но, Леша, фиолетовый тоже один из моих любимых цветов. А что это внизу находится у тебя все время? А это конь. А что с квадратом связано? Это глубина, понимаешь? Глубина, душа. Квадрат Лизы. Квадрат Лизы, да. Наташа, у тебя вот тоже есть ботинки. Без ботинок нынче не гоже. Цвет фиолетовый модный, наверное, в этом сезоне. Прости за форму, но такая уж получилась. Ну и в руках цветы. Девушка без цветов не должна быть, поэтому много цветов и вдохновения. Спасибо большое. Я прячу свои художества. Потрясающий рисунок. Так, смотрите, что случилось у меня. Лизу я отправил работать на комаровку, продавать яблоки. Ну, кстати, я много продала. Вот яблоко тут, я дорисовал очень кривые весы. Наташу я отправил в бар. Вот видите, тут барная стойка. Потрясно. Дал обувь и хорошего настроения в руки. А тут я рядом не знал, что с собой нарисовать. Коня-то я не умею рисовать. Телевизор, вообще конь есть. Я и в принципе не принц. Все, телевизор дорисовал и вот все. Мы вернулись в студию шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. У нас сегодня в гостях художница, создающая картины для интерьера Наталья Кумар. Наташ, мы знаем, что несколько лет назад ты полностью забросила офисную работу и сказала, что ты туда больше никогда не вернешься. Что тебя сподвигло? И расскажи, как это происходило. В общем, после института я сразу пошла работать по профессии. И тут состоялся телефонный разговор с моей одногруппницей. Она классный, крутой графический дизайнер. Она постоянно идет на повышение. А я на месте всегда стояла. И она говорит, Наташ, а вот тебе не скучно ходить из-за дня в день на работу без повышения? А делать одно и то же, ничего нового? Я думаю, ну, конечно же, змея. Я на нее обиделась. А потом подумала, действительно, она же права. Я такая думаю, ладно, хорошо. Написала заявление на увольнение. Полетела на зимовку в Таиланд. На зимовке в Таиланде я увидела в инстаграме, как девочки делают красивые рисунки, выливая краску просто на полотна абстрактная. И думаю, приеду в Нинск, обязательно сделаю. И вот я приехала с Таиланда, сделала парочку картин, которые очень удачно продались. Пора делать то, что мне нравится, и получать за это деньги, монетизировать все это дело. И вот так вот я год еще прорисовала, накопила денег на еще одну зимовку. Прилетела уже с очередной зимовки, бахнул карантин. Две зимовки уже провела в Таиланде, так? Что именно тебя там так вдохновляет, так задерживает? Там потрясающий климат, потрясающие люди, море, еда и вообще все замечательно. Только не нравится левостороннее движение, надо перестраиваться. Так я не привыкла? На мопедике там катаешься, да? Да, на мопедике. Там очень интересно. Можно встретить человека, который на мопеде перевозит холодильник. Слушай, а насколько дорого зимовка обходится и на сколько ты месяцев улетала? А я улетала на два месяца. Думаю, что самое дорогое это проживание и перелет. А так, в принципе, по расходным материалам в виде еды и развлечений, так же, как и в Минске. Слушай, расскажи нам топ-5 советов для людей, которые хотят поменять свою жизнь и начать заниматься чем-то новым. То, что им нравится. Как ты ушла с работы. Начал утворить и все успешно, нормально. Я думаю, во-первых, не бояться. Во-вторых, верить, наверное, на то, что у вас на душе лежит. Найти людей, которые вас будут поддерживать. Если вы ищете момент или знак, что вам что-то надо менять. Вот он. Это я. Это я, муж, знак. Все поменять. Так, и пятое. Верьте в себя. Верьте в себя. И не думайте, что ваше дело сразу принесет вам деньги. Но если вы будете делать то, что вам нравится, оно вам их принесет. Наташа, большое спасибо за этот прекрасный творческий разговор. Мы были очень рады видеть тебя в гостях. Спасибо. Ну, а мы прощаемся с нашей гостьей. У нас была в гостях Наталья Комрах, художница, создающая картины для интерьера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова